Ветер на улице ужасный, бро. Все, мы сели, мы едем. Да ну ладно! А вот он, 63-й, бро! Смотрите, какая красота! Я еду за машинкой. Всем доброе утро. Мы идем в садик. Смотрите, какой Данька нарядный, покажи. Вот, я ему пока что выправила. Вот уже чуть-чуть, и первый класс уже. Сегодня не первое сентября, но сегодня у наших малышей праздник будет, и поэтому просили нарядно одеть. Вчера мы не так нарядно оделись, а сегодня уже рубашечка, галстучек. Красота! А вот и доброе утро с нашим зайкой. Такие-то еще ладки. Ты как спал вообще? Ты как вообще спал, девочки? Он вот отсюда слез. Вот здесь он местечко нашел. Еще он вот здесь спал. Я ему тут, понимаете, красоту сделала. А он спал где? А он сам себе нашел место классное. Мурчит. Мурчит звук. Ой, нормально, теперь пузо хоть не такое полное, как вчера было. Освободилась. Ти шладки. Сходил на лоток. По-большому. Молодец. Можно сказать, к лотку приучен. Ну что, с хозяйкой будем знакомиться? Сегодня. С новой. Она сказала, ты ее любовь. Ложки еще. Уже, кстати, не так кишат. Пройдут еще. Тем более все лекарства, которые там, они все направлены против всех вообще. Так что я думаю, когда закончится вот это вот все, будет вообще наичистейший котик. Котик-бармотик. Ну-ка, сладкий. Без вас же сладкий. Ну-ка, сладкий такой зайчик. Хороший. Хороший. Такая расцветка бомба просто. Ну что, покормила нашего малыша, напоила, умыла. Фух, жду не дождусь, когда я все-таки уже передам его в хорошие руки и посмотрю на девочку, все и расскажу, как моя, вот от души моей отлегнет, честно. И я вот, это для меня такой опыт, что я теперь буду более, честно говоря, аккуратнее. Именно, ну вот видите, как может быть, да, что у тебя там двое котов, а ты можешь привезти кого-то даже с целью помощи и навредить своим, как бы, кошакам, да, вот это вот, лечить всех тут от блох, плюс еще ребенок. Он, короче, в общем, изолировала. И хорошо, что сейчас лето, и хорошо, что так сложились обстоятельства. Я, конечно, буду... У меня, знаете, просто раньше я, когда проходила, ну, котята, у меня не возникало такого желания. То есть у меня вот я вижу котенка, да, и я такая думаю, ну, ничего, кто-нибудь подберет. Или вот там мама, если рядом, допустим, да, и котята. То есть я вообще не лезу, я не бегу спасать всех. У меня вот как бы такого, ну, спокойно, да, вот так вот. А тут что-то вот прям раз за разом ёкнуло. Это что-то вообще на меня не похожее, вот. Но это ответственность такая серьезная на самом деле. И, ну, как бы я о себе что-то новое узнала, да, и, ну, свои выводы как бы сделала за всем этим. Вот. Ну, я очень рада, что у меня теперь кошечка и кот есть. Вот. Я, может быть, даже этого оставила бы, если честно. Ну, просто, да, я не хочу, чтобы он жил на балконе, там месяц полтора-два, наверное, надо будет лечить ему ушки, все это дело, и уже холодает, как бы, да, это не очень хорошо, это один момент. Ну, и второй момент, как бы, я живу не одна, вот. Поэтому мнение всех нужно учитывать. Не все готовы, чтобы здесь был дурдом из животных. Вот. Поэтому два – это прям вот уже все. Все прям под завязку. Поэтому вот такие дела. Вот. В общем. Ох. Ну, Милка с... Милка с Бантиком уже очень хорошо прям дружится, нормально. Может даже Милка пошипеть там что-то, этот помурчает. Вот, кстати, вот вчера она бегала за ним что-то там. У нее резкие движения, она у меня резкая девица. А он такой весь валияжный, весь такой выхаживает, каждую лапу выставляет. И она когда начинает дергаться, он начинает, а-а-а, беситься, короче. И она такая, что-что-что, не нравится что-то? Вчера вообще, он, захожу в спальню, они лежат друг против друга. Просто песню Only You включаем. В общем, все, сейчас еще есть время. Я сейчас хочу себя в порядок привести, потому что за это время вообще на себя просто не хватает времени. Мне нужно помыть голову. Вот. У меня куча посылок, которых нужно снять. Но первым делом я разберусь с нашим Fireboy. Вот. И потом буду снимать видосы. У меня там уже целый список, что я должна сделать. Потому что я все это вчера должна была сделать, но из-за всех этих событий не сделала. Вот. Сейчас пью кофе. Круассанчики взяла по дороге. У Деньки сегодня будет как бы первое сентября. Только не первого сентября, а позже они делают. Нафоткала его. Такой красивый, такой взрослый вообще у меня. Вот уже чуть-чуть и в школу. Мамы родные. Мамы родные. Вот. В общем, ладно. Попозже свидимся. Привет, сладенький. Привет. Все, это хозяйка твоя уже ждет через 20 минут. Смотри, обустройся. Ты такой сладкий, сладкий такой. Вот лопы такие хорошие. Второй раз уже сходил на лоточек. Молодечек. Молодечек, молодечек. Так, сейчас я тебе приготовлю коробочку. Так как я нашу эту оставлю-то, переносочку. Сейчас я ему приготовлю коробочку с дырочками. И вот это покрывальчика задарю. Пусть будет немножко от меня. Тебе такой подарок. Будешь, может, там спать, где на покрывалке. Ты мой сладкий. На улице дождь. Так, ты собрался завалить тут все, что ли, или что? На улице дождь. А дождь, дорогу, это хорошо. Слыхал? Нам надо будет где-то спрятаться. Все, мы сели, мы едем. Дождик закончился чуть-чуть, да? Поедем знакомиться. Какого-то хорошего. Не хочет маму отпускать. Девочки, ну вот, Анастасия, правильно? Все, будет заботиться. Я все рассказала. Если что, она будет писать. Если есть инстаграм, я обязательно подпишусь, потому что я хочу следить за... Его жизнью, как он там поживает, я очень с удовольствием. Потому что я такая, ну, не подбираю кошек, а вот тут родные мои теперь. Все рассказала, расписала. Все. Живите счастливо, дружно. Любите друг друга. Он очень ласковый. Сейчас прошла мимо рынка. Девочки, вот мой садик. Мой садик. Ивушка. Я не знаю, этот садик еще есть. А, тут уже Ивушки. Тут начальная школа, по-моему. Сюда перенесли, сюда перенесли начальную школу, 94-ю, по-моему. Здесь уже не садик, а был садик мой. Вот здесь я гуляла. Вот здесь были у нас... Ходила вот здесь все время. Смотрите, блин, я здесь так давно не была. Обалдеть просто. А, видите, все поснимали. Здесь у нас были вот площадки. Вот такие беседки были. Блин, что-то такое тепленькое у меня на душе. Ой, забор поменяли. Здесь была раньше рябица, заборчик. И такие дырки. И мы вот выходили. Мы могли вот перелезть вот через эту дырку и гулять вот тут вот на асфальте, а не там внутри. Ой, какой он маленький, оказывается. Вот там вот в том углу была наша площадка. Вот здесь мы не гуляли на вот этой вот с краю площадки. Круто. Так. Все. Пойду я вот так вот. Пойду я вот так вот. Вот там моя школа прямо уже. Блин, кажется, такие улочки маленькие. Все такое. В общем, про котенка давайте. Все отдала Анастасии. Анастасия, я думаю, хороший человек. Она мне предлагала денег еще по телефону. Сколько там что отдать за лекарства. Все такое. Говорю, ничего не надо. Такси сейчас хотела мне оплатить. Я говорю, не надо. Все равно она пришла не с пустыми руками. Тут виноградик домашний, говорит. Еще какая-то коробочка. В общем, что-то все равно дала. Мне кажется, это тоже такой показатель, да, о человеке. Хотя я говорила, ничего не надо. Вот. И она говорит, у нее котик умер недавно. Вот у них печаль, печалька была. И это вообще, это просто супер-мега замена. Отвечаю. Она будет счастлива. Потому что это такой кот благодарный. По-моему, он тоже маленький уже такой. Весь-весь-весь-весь-весь-весь вот такой. В общем, они быстренько... Он быстренько раны залечит. Их. Вот. Подпишусь на нее в Инстаграм. И буду следить. Будет выкладывать что-нибудь, я буду умиляться. Вот. Короче, я рада, счастлива. Вот так вот день поднимает мне настроение. Супер. Сейчас пойду приводить себя в порядок по мою голову. Еще прикольно осознавать, что этот кот будет вот на моем районе. Жить. Вообще рядом. Несколько остановок. Мы тут живем друг от друга. Вот. Короче, я счастлива. Что все так хорошо разрешилось. А, ну вот и сама школа 94. Слушайте так. А я думала, что она почему-то... Оно вот друг за другом находится. Вон там садик, вот она школа. А я думала всегда, когда была маленькая, что расстояние намного больше. И от моего садика Ивушка до 94-й школы где-то остановка идти и ехать там. Прикиньте? Офигеть. Мне ехать до дома ровно 5 минут, а такси ждать 10 минут. Я решила дойти до остановки и проехать на маршрутку, так как бы быстрее. Я сяду на остановку, посижу. Посижу. Уже те маршрутки, которые раньше ездили, на которых я раньше ездила, уже такие не ездят. 14-го нет, походу. Восемидесятые остались, которые в центре едут. А мне нужен 82-й и 63-й. Ждем. А вон он, 63-й. Бой! Просядем. На автобусе 100 лет не ездила. А Александровка. Красота! Две минуты ехала вообще. А такси долго ждать. Так, ну что, вот Анастасия нам тут яблочки подогнала, виноградик, груши, все со своего огорода. Я так поняла, домашнее. И вот такие вот конфетки. Спасибо, Анастасия. Будем есть. Ну что, мы с Денькой едем. Ой, что-то в глаз вечно попадает мне. Прям аж он. Едем сейчас на почту. Без машины неудобно. Все время на такси. Да, Дэн? Да. Едем на почту. Потом думаем, может, в кино сходить? Потому что я... Покушать день вкусненько. Вот. Но сейчас будет зависеть все от того, какие посылки размером будут на почте. Если небольшой пакетик, то пойдем с ним. А если большой пакетик, то таскаться, конечно, не кайф. Мы, наверное, тогда где-нибудь поближе просто покушаем и домой поедем. Посмотрим. Ну что, мы приехали в кинотеатр. Сейчас пойдем. Я очень хочу молочный коктейльчик. Сейчас пойдем. Зашли в Бургер Кинг. И, смотрите, взяла какой-то полон вкуса. Какой-то шоколадный пирожок. Похож как в Макдональдсе. Только там еще этот сливочный сыр, по-моему. И клубничка, что ли. А, вишня. Хочу попробовать. Прям очень любопытно мне. Горяченький. Пока ничего не видно. Решили поехать на 5D. Ой, я ноги свои вижу. Ой, мамочки. Ой, 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 да ну на. Офигеть. Я ноги свои. Это прикольная штука. Вот в такую штучку, девочки, я сейчас попала. Это у нас ТЦ Горизонте. И я вам скажу. Блин, попросили же еще. Попросили с вестибулярочкой попроще. Но нам включили, что это просто такие карусели нереальные. Но было прикольно. Но мы остановили в середине где-то, потому что закружилась голова просто. А так прикольно было. Прям как будто реально. Стоит попробовать. 300 рублей стоит от одного человека. Смотрите, какая штука все для наших котят. Вообще. Вот было бы клево. И красиво, да, вот так поставить. Но мне вот это больше нравится. Она более компактная какая-то. А смотрите, ручье какое. Не трогай, Сави. А смотрите, ручье какое. Чтобы они пили все время свежую водичку. Вообще, кай. Смотрите, сегодня утром они уже поцеловались. И бантик начал есть наконец-таки мягкую еду. Он до этого вообще ее не ел. Столько Мила ела. Сейчас Мила начала просить. Вот я ее достала. И этот подошел, начал есть. Она шипанула немножко. Говорю, Мила, не переживай. Я тебе сейчас дам. Вот дала ей отдельную порцию. Вот они кушают вместе. Видите, утром поцеловались сегодня. Вообще, такая прелесть. И бантик дает уже задницу понюхать его. До этого не давал. Ну, милкие, я имею в виду. Не мне. Короче, у меня замечательные котики. Вообще, они безмолвные. Не орут, не мяукают. Лишний раз, знаете, там. Вообще, встаем мы все вместе. То есть, никто рано не будет. Ну, короче, классный. Хотя, не, бантик сегодня игрался с ковром на входе. Я вставала. Говорила ему, нельзя. Но он перестал. Мы с Дэнькой в садик собираемся. Да, Дэнь, одеваешь, Таненьки? На улице холодно. Все, первый день. Искала сейчас вещи. Одеваемся тепло. Первый день такого холода, что мы вот так оделись. Уже, представляете, и куртка, и зеленый рукавом. Там кофточка, кроссовки, шапка. Вообще, я сегодня все окна позакрывала ночью. Опять проснулась с каким-то больным горлом. Холодно, жутко было. Зашла за кроссанчиками, Дэньку отвела. Блин, просто нереальный ветер на улице, нереальный холод. Короче, это традиция уже кроссанчики брать. Ветер на улице ужасный. Просто шапку надо. Сейчас вы увидите ее из-за угла. Короче говоря, девчули, на улице зверский холод. И у нас в Ростове, знаете, как всегда, у нас нет погоды промежуточной, когда ты можешь джинсовочки поносить. Вот сегодня я вышла с длинным рукавом в штанах и джинсовку сверху одела. И я замерзла от этого ветра, понимаете? То есть уже надо одевать шапку, уже надо одевать теплые куртки. И даже в кожанке будет прохладно. Вот такой ветер. И вот я заметила, что именно в Ростове какой год я не успеваю носить свои промежуточные вещи. А у меня очень много всяких. Кожанок, как я люблю. Вот эти вот джинсовочки, как я люблю. Плащи, они же тоже тоненькие. Вот эти мне погоды не очень нравятся в Ростове. В Москве промежуточной много этой погоды. А потом уже морозы. А у нас из лета сразу в мороз. Короче говоря, я сегодня встала, у меня опять нос заложен, горло болит. Но сейчас уже отлегло, но одна ноздря вот заложена. В общем, что день, 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 день начался. Все идет по плану, все хорошо. Единственное, что я хочу поубирать. Кстати, смотрите себе, какое местечко нашел наш бантик. Вот тут компьютер. Наверное, потому что там тепло идет, вентилятор работает. И он здесь вот так вот нашел место себе. Не любит, когда трогают его уши. Не любит, когда трогают его лапы. Он любит, когда вот так его чешут вот здесь. Он говорит, ну куда ты на компьютер ложишься? Ты сейчас там все испортишь. Испортишь все. Короче, кот вообще просто нереальный. Я не знаю, я им наслаждаюсь. Мы с ним только знакомимся. Все такие, но он классный. Он такой взрослый, умный. Иди сюда, иди сюда. Ты куда ложишься, кот? Ну почему? Ты сейчас там реально все... Вот. Он такой лапкин. Да? С Милочкой дружитесь уже? Не любит, когда я ему глаза вытираю. Не любит. Вот так. Но он знает, что мамочка вытирает глаза, чтобы чисто было, да? Ой, ты мой сладкий барбос. Ну пацан. Вот он прям пацан-пацан. Ну еще глаза надо вытереть. Нажи были классные, глаза чистые. Он может и... Ты нажал сейчас только что на мышку. Знаешь? Лапкин. Короче, все круто. Да, у нас с тобой круто все? Мамку любишь? Кстати, на улице такие холода, представляете? Я вот сейчас понимаю, что как повезло этим котятам, что они нашли меня именно сейчас. Потому что сейчас бы ты в холоде вот там дрожал бы, прикинь. Молодец, что нашел, подошел за Денечкой. А малышек наш, перчик его назвали, кстати. Сегодня вот тоже девочка. Я подписалась на нее в инстаграме, она фоточки там скидывает. Я говорю, как назвали, перчик назвали. Я говорю, да, горячий. Вот. Милочка моя слонышка пришла, да? Скажу, а то что все лавры только этому банту достаются? Цысь, мама, ты меня погладь, поцелуй. Ой, сладкий. Чистые мои котятки. А, я сегодня шла по этому ветру и думаю, так это же буквально я его позавчера взяла, этого котенка, понимаете? Так бы он ходил, мяукал где-то, мерз. И на балконе он у меня побыл как раз в последний день тепла. И вчера его забрали. Вы понимаете? Это просто какой-то везунчик мальчик, что вообще вот так все сложилось. Его и успели свозить, и начали лечить, и нашли ему семью, которая только потеряла котенка. Ну, не котенка, у них был взрослый кот, я так поняла, и он умер недавно. Вот, и они решили, тоже был кот. И вот они решили взять котенка. То есть, представляете, у людей вот рана такая на душе, да? И вот этот малыш, он просто, я уверена, он будет таким благодарным. Очень крутой, благодарный котик будет. И понимаете, все это как? И все, и вот уже зима на улице. Как там сейчас кошаки бедненькие, маленькие, о которых мы не знаем, да? Пожелаем всем, чтобы их нашли хорошие люди, помогли им. Что сейчас я собираюсь делать? Я хочу убрать, блин. Я все это время то туда, то туда, то туда, что-то какие-то дела. И дома бардак накапливается очень-очень быстро. Поэтому сейчас я буду поубирать. А еще хотела сказать, что очень мне нравится с двумя жить. Знаете, как будто реально член семьи появился в доме. Это невероятно. Знаете, вот животные, это не... Это все равно, что реально человека ты поселила в доме. Только вот животные, мне кажется, они еще благодарнее, чем люди. Если ты вот так вот возьмешь кого-то, да, подселишь себе, конечно, проблемки будут другого характера, да, нежели здесь вот шипят коты. Ну, подумаешь, пошипели несколько дней, да? Вот. Да, хочется о них еще немного сказать, что они классные вообще, мне везет. Они классные тем самым, что... Ну, Милка, она вообще маленькая, да, была изначально, она очень подстроилась. То есть это кошка, которая не орет по утрам, не будет меня, понимаете? То есть она живет в моем графике. Вот мы проснулись, и она может даже еще спать. Я проснулась. Она тихонько встает и просто сидит и ждет, когда я ее накормлю. То есть она мне глазами говорит, мамочка, моя любимая еда утром, по графику, ты помнишь, да? Я ей даю еду, да? У нас вот полный тендем был. И вот бантик появился у нас, и он вообще, он вообще никак не мешает нашему тендему. Он его дополняет. То есть появилась мужская энергия в доме, и он точно так же вообще не мяукает, не орет. Он даже приучен к еде со стола. Я сейчас его отучиваю, потому что, ну, чтобы и желудок лучше работал. И сейчас вот он начал есть еду вот эту вот, я же холистики, да, только покупаю хорошую еду. Мягкую еду, кстати, в первый день съел, да, я уже не в первый день, вот в первый раз сегодня он съел, я им двоим дала. Но я их сильно не балую. То есть утром по полпорции я им даю, то есть пакетик на двоих. Вот, это как такое мини-лакомство. А так они едят вот полноценную еду, холистики хорошую, все. И я смотрю, у него даже сорта стала пахнуть, как у ребенка. То есть до этого, ну, как-то еще так запах не это. А вот сейчас он уже 2-3 дня поел, я уже к нему приближаюсь. И его там поцеловать, погладить. Милка, даже такое. Ну-ка, не надо нам, не надо нам вот это ковырять. У тебя есть своя когтеточечка. Там когтеточечка. Вот. И я ничего хотела сказать. Да, запах сорта изменился. Стал похож на Милкин, запах сорта. Вот. Это тоже очень важно, чтобы по запаху подходили звери. Чтобы хотелось, ну, подходить, обнимать, целовать, нюхать. Да, все мы знаем, когда что-то такое вот родненькое, хочется так затискать. Вот. Сегодня, кстати, я проснулась. Он когти драл и играл с ковриком в прихожей детским. Я проснулась, встала, думаю, что там за грохот такой. Я ему сказала, нельзя, и он меня послушал. То есть он все, уже перестал. Я говорю, нельзя, ты что делаешь? И он увидел меня, услышал. Я пошла спать, и больше он не драл все это дело. Вот. И точно так же, хоть он и приучен к столу, даже когда там ем сосиску или еще что-то, он сразу подбегает, к холодильнику подбегает, ко мне подбегает. Он просто лапкой вот так вот просит. Он вот берет лапочку и вот так вот, вот так вот трогает, немножечко просит. Я говорю, нет, нельзя, иди. Он ложится рядом и терпеливо, в общем-то, ждет, пока я поем. Короче, идиллия. У нас идиллия, и он тоже не встает рано, не будет, не орет, не мяукает, не наглеет. Вот место нашел себе вот это вот на компьютере, ему очень нравится, возле компьютера. Он здесь часто спит, отдыхает и все такое. Вот. А сегодня Милка спала в детской. Я спала с Денькой сегодня, потому что... Че, почему? Почему? Потому что я с ним уснула, короче, поэтому я спала с Денькой. А этот спал в спальне. Все, они вот как-то делят кровати. В общем, все комфортненько. Все, пошла убирать. Мы приехали с Денькой в торговый центр. Мегамак. Тепло одеты. И думаем сходить сейчас чуть-чуть по магазинчикам и думаем сходить, может быть, в 3D кинотеатр. Посмотреть что-нибудь. А че это Денья делает? В песочек играет? Да? Скажи, вот где можно в песочек так играть много. Все, домой теперь не затащишь ребенка. Ну, песочек. Весь в песочке. Пойдем покушаем, День. День, пойдем покушаем. В общем, присели мы с Деньей в Мегамаге. Тоже все закрыто. И сегодня. В последний раз мы ходили. Ну, уже как бы 2-3 дня. А, нет, мы вчера ходили. Да. Мы вчера были в горизонте. А сегодня вот в Мегамаге. Тоже все закрыто. Взяла в Бургер Кинге. Ролл Цезарь попробует. Суховатый, на мой взгляд. Короче, в кино не пошли. 3D там только одно. Что-то есть. Мне не понравилось. Еще и через 2 часа начнется. Это поздно. Спасибо, рыбка. Домой едем. Мы с Денечкой укладываться спать собираемся. А я сейчас прихожу, чтобы кроватку убрать. Смотрите. А у него здесь, значит, что читает мой ребенок. Афоризмы. Вот афоризмы разные. У него открыто вот здесь кто у нас? Аристотел, Геоте, Глю, Грик, Вагнер и баранки ест. Понимаете, ребенок-то какой у меня. Накрошил тут на кровати немножечко. Но вот это просто честно умиляет. Приехала сейчас за нами таксишка. Сейчас потише сделай. Это же тише. Не пойму. Не пойму, где тише. Короче, такси приехала за нами. Детская. Джили машинка очень вот симпатичная. Ну что, мои хорошие. Короче, вышла из дома. Что-то очень плохо себя чувствую. Тошнит мне что-то непонятное, короче, состояние. В общем, решила сегодня курочку варить. Фу, варить. Запекать. Запеку курочку с картофелем и грибами. И еще машинку я вам показывала, да, если вставилась здесь машинка. Вот рассматриваю такую еще машинку интересную. Езжу, узнаю. Короче, вот посоветовали такую машину. Прикольную. Она китайская машина эта. Китайская, белорусская. Но это ту, которую я вам показала. Есть еще, короче, машинки. Ну и там классные, большие машины. И цена такая хорошая. Я решила не выпендриваться. Ну и не то, что я еще ничего не решила на самом деле. Просто я присматривалась к разным абсолютно машинам. Вот одна из вариантов. Короче, сейчас я буду готовить ужин вместе с вами. Сейчас сходила в пятерочку, набрала продуктов. Сейчас покажу, что новенького взяла. Итак, вот мои покупочки. Смотрите, я купила вот такой тортик. Ореховый пай, кстати, попробовать. С грецкими орехами. Мне очень интересно. Зобная особа. Не пробовала еще. Терный кот наш. Вот такое масло новое купила Риччи. С маслом авокадо. Подсолнечное масло. Попробуем. Ну, выглядит прикольненько. Так оно отличается. Зеленый отлив такой у него. Так, что я еще купила? А, нигде в пятерочке, представляете, не было курицы. Вся курица закончилась. И вот чего? Осталось три пачки вот такого. Так что у нас будет бедрышки немного. И вот такие сделаете. Да, купила. Это у нас что? Крыло. Крыло, да. Я еще бананы купила, Денечка, тебе. Купила тунец в две пачки. Потому что мне очень, ну, вот такой натуральный тунец. Он как бы и диетический, да. Что это за звук, господи, испугалась? Натуральный. Мне очень понравилось заворачивать его в лаваш. Вот овсяное или какое-то со сливочным сыром. Мне еще девочки посоветовали добавить яйцо. Да, с яйцом будет очень круто. Творожный сыр сливочный вот такой купила в этот раз. Ну, вот балую себя шоколадками иногда. Знаете, хочется. Взяла Твикс, пикник, мои любимые. И Сникерс. А, Сникерс, это я в другом магазине брала. Так, взяла пару огурчиков. Это так, как бы. И персики вроде неплохие. Взяла 4 штучки. Вот. В другом магазине, ну, там я тоже взяла, но там неинтересно. Короче, в магазине Добрыня чисто просто там, видите, взяла грибы и все такое. Так, поставила духовку на разогрев. Смотрите, вот так у меня получилось тут все. Сейчас я, знаете, чем это? Да я специально не покупала ни майонез, ничего такого. У меня все соусы закончились. Вот я брала сметану, она уже как бы стоит, уже ее надо израсходовать. Она еще пока нормальная. Это такая домашняя сметана. Сейчас я все выможу в этой сметане и поперчу, посолю, специи какие-нибудь любые там на свой вкус. И, конечно же, чесночок. Все это вот так перемешаю и выложу вот здесь на большую противень. Чесночок буду использовать сухой. Мне с ним удобно и он придает классный аромат. Ну, а соль у нас будет вот умная соль со всякими тут специями. Вот эту штучку, кстати, я однажды использовала. Мне очень понравилось. Реально ничего не прилипло. И она так легко моется. Просто я думала, блин, ну тряпочка, надо будет мыть ее неудобно. Она очень легко моется. Просто под водой и все смылось с нее, представляете? Так, все. Я поставила все это дело запекаться. Не знаю, мне кажется, что может получиться суховато. Но я надеюсь, что жир вот этот, который будет выделяться с курицей, он как бы смажет все это дело. Но, на мой взгляд, суховато, как будто туда еще овощей не хватает. Но вот мне захотелось только три ингредиента, чтобы была курица, картофель и грибы. И все. Ну, посмотрим, что получится. Поставила на 40 минут, вот уже 6-6 минут, 5 минут назад. В общем, поглядим. Смотрите, какая красота! Как все подрумянилось. Я делала, кстати, на вот этот конвектор, да, по-моему, обдув такой вот. Вот такая красота. Прям, мне кажется, даже все готово. Выключаем. Так, отходи, горячо тут. Ну что, будем пробовать, мои хорошие? Девочки, это невероятно вкусно. Курица получилась нежной, картошечка получилась прям круче, чем в Макдональдсе деревенская картошка. Ну, знаете, она такая, сверху такая, немного хрустященькая, а внутри такая мягенькая, классная. Грибочки, супер. Короче, я не ожидала. Оно не сухое. Ну, салатика хочется добавить. Сейчас сделаю салатик. Но вообще оно не сухое, классное. Даже не салатик, а эти, помидорчики черри просто положу рядом, все. Я открываю пай, сейчас отрежу, попробую с чаем. Скажу, вкусно, нет? Пропробуем. Блин. Я пытаюсь понять, что за вкус. Я совсем забыла. У меня, я чувствую только, что это сладкое, но я не чувствую запаха. Что случилось? Я не чувствую вкуса и запаха, поэтому я чувствую только сладость, к сожалению. Но мне кажется, он какой-то не чошный. Он мокренький, чувствуются орехи. Какая-то прослоечка. Мягкий-мягкий бисквит. Как будто из, знаете, какого-то полупесочного печенья, что ли, как-то. Ну, короче, вкусненько. Можно попробовать. Только жалко, я не чувствую вкуса. Всем доброго дня, мои хорошие. Да, я совсем пропала. И мне сейчас, на самом деле, тяжеловато вести немножко влоги, потому что жизнь моя насыщена событиями. Не все я могу снимать, не все хочу снимать. И вообще стало влоги как-то тяжеловато немного снимать, поэтому я думаю над новой рубрикой, обязательной вам. Но сейчас даже в мозгах нет времени, чтобы сесть и рубрику эту создать. Вот. Короче, зато больше видео будет на втором канале. Если здесь нет видео, то на втором канале оно есть. Чаще всего так. Вот. Сейчас я еду за машинкой. Присматривать машинку. Вот. В очередной раз. Надеюсь, повезет. Потому что без машины надоело уже. Многие спрашивают, а где? А где Барбос? У него постоянно грязные глаза. И он не дает их вытирать. Такой вредный пацанчик. В общем, крошки. Короче, как вы поняли, сегодня мы тачку не взяли. Но мы уже кое-что присмотрели. Какие-то идеи там у нас нет-нет появились. Короче, в общем, сегодня так просто. Вот. Поэтому мы в поисках машины, чтобы нам подошла та, которую мы хотим, и в тот ценовой диапазон, который нужно. Это не так-то просто. Потому что желания большие, а возможности ограничены. Как всегда бывает. Вот. Сегодня съездили в салон, посмотрели. В общем, что-то понравилось, что-то необычное. Прокатилась сегодня на Range Rover Discovery, по-моему. Блин, такая прикольная машина, на самом деле. Ну, я просто даже хотела прокатиться, чтобы почувствовать такой танк, знаете. Едешь, как будто это. Ну, прикольно. Я бы даже покаталась на такой. Но она не, она подходила по цене там, да, но не подходила по, все-таки, были в ней недочеты, которые не нравятся. Вот. Infinity, представляете? Рассматриваю Infinity еще. Только не кроссовер, а седана. Какие-то есть интересные Infinity. И все-таки, знаете, сколько машин уже было, я сажусь в Infinity и просто конфетка. Вот просто ты садишься и понимаешь, мое. Вот финичка, она внутри и снаружи, она просто, ну, конфетка. Это настолько девчачья машина, мне кажется. Ну, как бы не только девчачья, да, ну, как бы для девочек в особенности. Она просто ням-ням. Ну, Audi, BMW, Mercedes, оно, как бы, знаете, все равно чуть-чуть по классике такое, знаете, такое строгое, выдержанное, да, много всяких примочек там внутри и такие выдержанные. Внешний они, внешний дизайн, ну, это, я говорю, сугубо свое личное мнение, да. А Infinity, она вот такая прям конфетка-мармеладка. И, вы знаете, я села вот эту новую Infinity, там новое поколение, такая новая, да, и я подумала, а что это я и не против Infinity, она действительно сладенькая, я бы поездила на ней. Вот, но в той Infinity, в которой мы смотрели, там тоже были недочеты. В общем, завтра с утра снова буду заниматься тачкой, тачками, и очень хочется уже найти ее скорее ту самую, потому что столько денег убивается на такси каждый день, да, и, честно говоря, мне на такси вообще не нравится разъезжать, это так неудобно. Я думаю, блин, сейчас вот в этот магазин бы заехала, но на такси ты в этот магазин заедешь, такси отпустишь, потом ты с этими пакетами такси ждешь. И, знаете, если бы такси еще приезжало через одну-две минуты, вот так всегда, было бы круто, но на такси иногда и 10 минут, смотря в какое время, да, и сейчас пи, где ты вообще машину поймать не можешь. То есть вот день, нужно выехать. Я набираю машину, нету, 10 минут, вот 2 раза по 5 минут в Яндекс.Го я ищу машину, приходится звонить в другое такси. Так что такие моменты. В общем, многие, я думаю, заметили, да, что немножко моя жизнь изменилась, она стала здесь внутри у меня более насыщенной, вот, и очень мало времени на влоге. В общем, в последнее время навалилась куча всего, вот, честно говоря, и огромную часть занимает поиск этой машины. Это просто, вот, знаете, ты встаешь с утра, у тебя башка вот так вот просто, варианты. Здесь не подходит это, здесь не подходит то, тут не подходит третий, четвертый, пятый, короче, вот в этом поиске. Вот завтра с утра мне, мне на самом деле уже нужно снимать видео. Есть, у меня, я говорила, да, у меня целая гора посылок на входе. Просто целая гора на 10 видео пришли из Китая, с Джума, с Ньючик, с еще кучей сайтов всяких разных поприходили посылки, их надо снимать, а у меня просто нет времени даже присесть, понимаете, я помыла сегодня голову, более-менее прилично, и вообще хорошо бы снять видео именно так, когда укладываюсь, но его нету, вот. И, да, я уже говорила, у меня немножечко сбивается график, да, и получается, если на главном канале нет влога, то значит будет видео на втором канале, то есть там видео практически каждый день будут выходить, потому что их у меня больше. В этом влоге я не знаю, что я там наснимала, честно говоря, я просто уже забыла все, что снимала, поэтому я хочу этот влог закончить и начать потом новый, и уже надеюсь, с новой тачкой. Вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео, не судите строго, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok